добрый день всем участника марафона с вами александра каяна трезиастик и для начала я бы хотел вас всех поприветствовать что вы присоединились к такому замечательному новогоднему марафону благодарю аню которая организовала этот марафон потому что действительно она смогла собрать из разных сфер замечательных до представителей экспертов которые я очень надеюсь помогли вам собрать вот этот свой пазл нового года да как знаете вот есть колесо баланса по сути этот марафон отражает это колесо баланса потому что благодаря ему вы сможете восстановить до разные сферы своей жизни узнать тренды которые в этом году есть прокачать свой голос и творчество да и научиться понимать для чего вы пришли в этот рода вчера был замечательный эфир и сегодня моя тема это как навсегда расстаться со стрессом сразу спойлер со стрессом и расстаться не можем да почему потому что стресс это наша естественная физиологическая реакция которая эволюционно была создана и да как бы она нам необходимо абсолютно для выживания я подробно об этом сегодня буду говорить но смысл как бы нашего до сегодняшнего эфира в том чтобы мы с вами научились понимать как работают механизмы стресса потому что там очень много слышим ну не нервничайте или ну ну не надо стрессовать да но как бы это сложно выполнить они всегда вот такие простые рекомендации они помогают поэтому мы с вами сегодня копнем действительно глубоко я постараюсь сделать это да достаточно легко и интересно такое знаете с вами историческое путешествие у нас с вами будет для того чтобы мы понимали почему мы находимся сейчас в той точке в которой мы находимся где стресс к сожалению стал ну так можно сказать токсичным да то есть естественные наши физиологические стрессовые реакции стали чрезмерными и из-за этого собственно говоря у нас и появились вот эти все ощущения тревожности хронической усталости депрессивности либо же заболевания да то есть здесь вариантов два организма если он находится в хроническом стрессе он либо заболевает и да организм таким образом фактически болезнь это продлевание жизни человека который не смог адаптироваться каким-то обстоятельствам либо второй вариант он просто у него психика да то есть либо тело либо психика психика у нас она что дает она дает чувство апатии как бы да нет смыслов нет энергии на это таким образом но прежде чем я начну вот свой рассказ я два слова буквально скажу о себе потому что на марафоне я знаю да будут люди которые со мной не знакомы естественно вот я на сегодняшний момент являюсь нутрициологом но мой подход он не ограничивается нутрициологии потому что питание да и безусловно витамины минералы это все очень важно но без понимания того как целостно работает наша система то есть это связка тело душа и мысли да то есть наш мозг сложно говорить вот о здоровье в таком долгосрочном перспективе поэтому мой подход он охватывает все аспекты жизнедеятельности человека и благодаря этому естественно результаты они тоже намного лучше получаются вот и собственно говоря когда мы говорим о стрессе мы как раз говорим о здоровье да потому что стресс как реакция для выживания она необходима нам в том числе для того чтобы мы могли адаптироваться к окружающей среде и благодаря правильной адаптации находиться в своем вот в этом сбалансированном состоянии я очень люблю вот этот пример с неваляшкой когда организм он всегда может под воздействием среды отклониться то есть какая-то эмоции мы испытали у нас сахар в крови изменился у нас давление изменилось у нас сердечный ритм поменялся но условия закончились и мы вернулись свое сбалансированное состояние так вот стресс это тот момент когда мы уходим вот от этого сбалансированного состояния и надолго застреваем вот в этом вот отклоненном варианте не можем вернуться и мы сегодня с вами как раз про это проговорим я выросла в семье биологов да можно сказать ученых да мой дедушка был биологом мама была биологом папа химик тетя дядя биологи я очень любила биологию с детства мне хотелось развиваться в этом направлении я очень любила сама играть в школу преподавать листала учебники да еще будучи маленькой по анатомии по ботанике по астрологии даже до которые были у нас дома у дедушки мне это очень все нравилось и привлекало потом к сожалению да это были ну или к счастью не знаю 90-е годы и так вышло что мне нужно было выбирать учебный вуз и я думала про биологию готовилась к ней но так сложилось что поступила я на экономический факультет блестящие его закончил и потом развивалась в этой карьере соответственно финансовой но знаете жизнь она всегда возвращает человеку туда где он должен быть наверное да потому что у каждого человека я в это верю есть какая-то действительно задача основной талант для чего он сюда пришел и он должен был выполнить и обычно обстоятельства они нас разворачивают в такую сторону чтобы мы поняли так мы идем не туда нам надо в другую сторону вот и у меня был очень сложный период кризиса в том числе в личных отношениях на тот момент я была совсем молодой там 22 23 года но благодаря этому кризису я очень сильно выросла да опять же это стресс сильнейший стресс он всегда является толчком для эволюции для нашего развития поэтому на тот момент я просто стала читать книги да это вот соответственно там больше 10 лет назад 15 лет назад книги по саморазвитию по психологии по осознанности и так далее огромный просто пласт переработан был формации я долго переходил до выходила вот из того стресса но благодаря ему в 27 28 лет ко мне приходили люди 40 50 лет за советом потому что они видели во мне какую-то мудрость жизни искали ее и но получилось что я как бы развернулась до от финансов и пошла вот в эту сторону больше помощи людям изучение вообще как работает наше тело как работает психика и когда у меня родились дети естественно я уже смогла более свободно выбирать и поменять свое направление деятельности так я пришла к нутрициологии психонейроиммунологии и гомеопатии которые сейчас использую все вместе свои в своем подходе да и это дает вот такой вот комплексный всеобъемлющий подход к здоровью но вернемся к нашей теме вот я вам да сказала что без стресса мы не развиваемся и почему это так происходит давайте с вами сделаем небольшое путешествие в историю вот когда зародилась жизнь на нашей планете это была вот одна такая маленькая клеточка и она плавала в океане вот ей ничего не нужно было до для выживания то есть она как-то там что-то перерабатывала был простейший какой-то уровень метаболизма и собственно говоря на этом жизнь бы остановилась если бы не появилась реакция стресса что такое первый исторический стресс это то что у нас с вами появилась вот из этой клеточки она стал чуть-чуть развиваться и не появились первые реснички и жгутики это наши с вами исторической нервной системы для чего они появились для того чтобы это вот клеточка она могла чувствовать что здесь вот есть еда здесь тепло здесь хорошо и она грибала как бы да вот к этим условиям или наоборот если она чувствовала что вот здесь другой стране опасность она эта клеточка могла убежать то есть у нас появилась реакция таким образом стресса до который был благодаря которой выполнялись две ключевые функции любого живого организма это первое нахождение для себя пропитание соответственно да и условий в которых максимально она могла комфортно существовать и второе это обеспечение выживания и соответственно появились хищники и жертвы и только благодаря этому сегодня мы с вами видим вот это вот просто феноменальное разнообразие мира то есть да человек в своей красоте развития растения насекомые животные млекопитающие рыб огромное количество и все они вот это все это разнообразие произошло благодаря тому что были хищники и жертвы и у них у обоих были реакции стресса без этого эволюции бы не произошло то есть когда мы с вами смотрим на иголочки у ежика или на панцирь черепахи все это варианты защиты от какой-то угрозы то есть это не просто так создано или там опять же красота в чем-то или рога какие-то или наши до более сложные человеческие механизмы про которые мы тоже чуть позже поговорим вы поймете тоже какая них красота на самом деле заложена да просто ну так скажем современные условия с нами злую шутку сыграли и поэтому да частично вот эти реакции стресса они против нас оборачиваются но исторически изначально стресс это важнейшее условие выживания и развития и вы наверняка многие знаете да из своей собственной жизни что любые кризисы мы либо до в них погибаем либо мы становимся лучше красивее мы приходим к себе мы находим себя становимся в итоге счастливыми когда мы смотрим через эту призму стрессы они также вот спадает этот градус как бы до градус страха градуса национальности он падает когда воспринимаете это таким образом так вот давайте теперь перейдем к человеку вот я очень-очень люблю книгу всем абсолютно рекомендую книга жан ледлов это психиатр психотерапевт который называется как вырастить ребенка счастливым я вот буквально двух словах скажу основную мысль этой книги которая в принципе отражает то ради чего человек вообще живет и что нужно сделать чтобы быть счастливым вот сейчас есть такое да как бы мнение очень распространенное что человеку для счастья и для того чтобы он когда был без стресса и вообще здоров и прекрасен что ему нужна любовь но на самом деле когда ребенок рождается он приходит в этот мир ему нужна не любовь ребенку нужно встретить условия которым он эволюцион эволюционный готов которых он ожидает то есть ребенку нужно принятие когда рождается ребенок вот представьте в пещере на у наших предков рождался ребенок он сразу попадал на руки к маме мама никуда не пропадала от него вокруг был клан который да это большое количество людей не жили раньше изолированными семьями то есть это было большое количество людей и он встречал непосредственно сразу контакт с мамой до питание грудное молоко он не ожидает бутылочку получить и лежать в кроватке там отдельно от матери либо тем более лежать в кювезе да в пластиковом каком-то контейнере и вообще когда к нему даже руками его не касаются то есть когда он встречает эволюционно вот те условия которым он подготовлен которым он ну то есть все тело его кричит возьми меня на руки покорми меня будь со мной до улыбайся мне то есть это то что он ожидает мы это можем назвать как бы любовью но по большей части это скорее вот ощущение что я на своем месте вот и вот благодаря этому если ребенок получает вот эти все шаги как бы да которые естественное материнство которое у нас инстинктивно заложено то что мы я надеюсь да не испортили еще совсем в том числе да благодаря тому что сейчас вот прежде чем например мама родит ребенка она читает огромное количество какой-то литературы и здесь один пишет такой совет другой пишет другой совет в итоге мама они просто растерянны они даже не знают может быть оставить ребенка плакать там да но сейчас к счастью этот тренд уходит и мы возвращаемся вот к этим истокам но на самом деле мать она инстинктивно у нее все тело я тоже кричит возьми этого ребенка да ну в общем к чему я это говорю к тому что человеку нужно когда он рождается попасть и получить условия которым он эволюционно готов и жаждет этих условий и тогда он чувствует я на своем месте это ключевое ощущение которое нам дает собственно говоря вот эту основу прочную и базу базу до того что у нас не будет проблем во взрослой жизни и что мы не будем избыточно стрессовать по любым вообще поводом в принципе то то есть это основа стрессоустойчивости но если по какой-то причине этого не произошло то есть например ребенок или ребенок рождается и он вообще он чувствует он с другой планеты он не похож там ни на маму не на папу да а клана рядом нет он не видит других примеров рядом то у него вот такое вот ощущение появляется что я не на своем месте как бы да и вот это ощущение базовое ну либо плюс еще если мама да она например холодная или просто в силу там вот как сегодняшние условия да то есть мама она все время занята мамы нет или мама там не знаю отдает в ясли ребенка то есть ребенок который до трех лет попадает в ясли или длительно у него разрыв с матерью практически стопроцентно вырастает с какими-то чертами невротика это просто вот ну без по-другому просто быть не может вот поэтому вот эти первые месяцы и годы жизни они настолько важны особенно контакт с матерью но даже не только с матерью а с окружением вот должно быть вот это вот поддерживающее окружение и ребенок он смотрит на бабушек на дедушек на теток на дяди на на племянников других каких-то братьев сестер и он вот это вот окружение видит и благодаря этому он понимает ага есть такие же как я с такими же повадками да то есть он себя узнает в других людях благодаря этому он понимает окей все со мной хорошо я нормальный да это может быть даже не мама это может быть кто-то просто рядом в окружении главное чтобы это окружение тоже было поддерживающее окружение вот да как напитать базовые потребности во взрослой жизни мы это обязательно к этому дойдем все-таки наверное я получится у меня этот час потому что я хочу вам дать максимально вот эта информация действительно очень интересно понимать потому что просто говорить про стресс без понимания как он работает ну это достаточно как бы да мы не поймем с вами что с этим сделать да да добаюкивание именно и добаюкивание очень хорошо спать с детьми то есть если вы с детьми никогда не спали вы можете даже там с пятилеткой поспать он сам уйдет из вашей кровати но он да получит вот этот опыт который вы его лишили вот этот контакт даже я вот тоже приводил каком-то эфире пример что допустим команду футбольную заставляли ползать на четвереньках то есть те дети которые потеряли в том числе опыт ползания на четвереньках они становятся тоже менее стрессовоустойчивые и менее эффективны в жизни и представляете взрослые люди ежедневно ползают на четвереньках и у них улучшается когнитивные физический перформанс и умственные навыки то есть вот насколько важны вот эти ранние периоды то есть реально это можно делать даже со взрослыми людьми вот соответственно смотрите и таким образом да вот если у нас вот эта вот база она закладывается в детстве то есть если от чего идет основной источник стресса в современных людей в жизни здесь две основные причины во первых это от очень большого социального усложнения то есть посмотрите если ребенок он родился в пещере там миллион лет назад ну сколько там да то нет там особо никаких нет материальных благ каких-то сверх нет каких-то статусов да то есть все примерно плюс-минус равны каждый занят своим делом нет такого да что ты вот работаешь я не работаю то есть женщины сидят там корешки там не знаю собирают плоды мужчины ходят там на охоту то есть и сегодня посмотрите да то есть у нас огромнейшие социальные расслоение огромное количество различных материальных вот этих вот благ да и вообще на на нацеленность на эти материальные блага да то есть человек он уходит он формирует уже с детства какую-то картину себе идеальную до какого-то мира который он бы хотел достичь это ему очень сильно насаждается до медиа сми знакомыми людьми и другими то есть это все насаждается и формируется какая-то картина мира до которая усложненная крайне усложненная да потому что в историческом мире такого усложнения не было и как вы думаете что происходит 99 и 9 9 9 а вообще в принципе сто процентов он этой картины вот идеальный мира который но в картинка создалась он ее не достигнет почему потому что мир он крайне непредсказуем да потому что мы когда мы чем больше мы идеализируем и чем больше мы создаем рамки себе какие-то тем больше вероятность что мы не попадем в них да ну или попадем но немножко рядом куда-то не туда то есть получается так что чем жестче мы к чему-то привязываемся тем больше мы потом страдаем потому что вот эта наша картина мира идеальная она не реализуется и от этого человек соответственно также испытывает тревожность да потому что он чувствует что он недостаточно хорошего может быть чувство вины отсюда появляется он смотрит на других чувство зависти чувство ощущение никчемности вот на сколько у меня людей приходит на консультации чувство никчемности у каждого второго потому что они смотрят на других и говорят они как она красивая она там все смогла и так далее да да гибкость потому что невозможно да не ставьте себе я отказалась и всем рекомендую не ставьте себе жесткие цели на год потому что если что-то пойдет не так вы испытаете стресс потому что вы что-то не сделали вот знаете позвольте себе плыть по течению переводите цели в мечты и желания то есть вот из такого ключа это более гибко да то есть достигну хорошо не достиг тоже хорошо иногда вселенная да она лучше знает может быть вам и не надо туда бойтесь своих желаний да как говорится мы про это тоже поговорим сейчас я комментарии вот они прочитаю а нет одели да написал на бали врач гомеопат дает женщинам ущила молоко других женщин если рано абсолютно оделя я как гомеопат как бы до практикующие я сейчас достаточно часто даю препарат лак хуманом это материнское молоко для людей у которых было отключение от матери либо вот этот ранний опыт в этом уникальность гомеопатии понимаете вот у меня мой опыт тоже с ребенком да у него тоже был вот этот разрыв к сожалению но в больнице он случился со мной я тоже в этом вижу причину того что есть в чем-то ну как бы да такая вот как это уязвимость да уязвимость получается а потому что нет этого опыта не получено и даже психотерапия это с трудом может восполнить то есть вы можете да перед добаюкивание сделать что-то переделать на гомеопатии она она понимаете она вот как бы находит этот конфликт например изучение с матерью и подбирает гомеопатический препарат в частности например да молоко матери и человеку возмещается вот этот опыт который он недополучил в этом просто реально красота и прелесть гомеопатии спасибо за этот комментарий да эфир конечно же я обязательно сохраню я немножко сбилась с вопросом о чем мы с вами говорили ну да вот то есть две основные причины да это то что человек не недополучил вот этот опыт ранний и как бы да то есть он не чувствует себя на своем месте и не дает себе право быть на своем месте из-за вот этих всех социальных установок ты должен быть хороший ты не должен болеть никакими уровень и ты должен учиться на пятерке и так далее то есть он еще это нагромождает себе каким он должен быть плюс да и этого никогда не достигает и второе это вот это основная причина до которой я вижу больших стрессах сегодня это то что очень много социального нагромождения вот это усложнение взаимодействия социальных соответственно мы строим вот эти какие-то воздушные замки желание чего-то достичь где-то быть и к сожалению не всегда этого да практически никогда это не достигается в том виде какому это запланировали и отсюда идут к сожалению источник глубинной стресса то есть стресс это никогда начальник на вас ругался да это но это как бы тоже стресс но это ерунда по сравнению тем с тем что вот этот фоновый глубинный уровень удовлетворения он отсутствует то есть в этом основная наша задача до его вернуть я про гомеопатию еще в конце то расскажу да как ее можно использовать для работы со стрессом да у него есть молоко даже верблюды и волчицы да конечно очень много разных видов молока в гомеопатии а кстати да это тоже почему это интересно почему одному человеку нужно молоко же мыть матери например да а другому молоко волчицы или молоко собаки это очень популярный тоже препарат потому что молоко матери она в первую очередь чаще всего дается именно на конкретный конфликт биологический но с волками же у нас нет никакого конфликта но понимаете в чем дело человек это часть природы часть мира и мы вот например наши инстинктивные реакции убежать от тигра когда мы его видим она не отличается от той же самой реакции у антилопы которые того же тигра убегает то есть наши глубинные реакции вот эти вот и вообще какие-то как бы вам сказать способности они не отличаются от того что в мире вообще существует в растениях в животных в минералах вообще вот ну глобально вот во всех энергиях поэтому кого-то человека у какого-то у него может быть вот этот паттерн волчица условно говоря ну вот поведение тогда ему подойдет препарат молоко волчица то есть это смотрится по совокупности всего состояния социальное нагромождение да абсолютно это очень большая проблема источник стресса потому что вот это вот культура современная она нам сразу говорит ты должен быть такой 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 и мы к себе это все накладываем и понимаете это во первых да мы ожидание на себя накладываем и второй момент мы себя не выражаем то есть мужья же культурная девочка я же не могу вести себя так и сказать вот так вы все то есть любая эмоция которая остается в теле она в нем что правильно она в нем соматизируется я про это тоже хотела поговорить да но давайте с вами идти дальше вот смотрите теперь более практично перейдем с вами ко второй как бы до части значит мы с вами поняли основные источники стресса вообще глубинного почему человек становится более чувствительным к стрессам там есть биохимические пути но я уж них сейчас лезть не буду да то есть человек просто у него вот этот как я вначале говорила термостат стресса кортизол шпарит он включается а рецепторы к нему нечувствительны и вот этот механизм обратно рычаг включился обратно не переключается и соответственно его эти гормоны стрессовые напряжение симпатической нервной системы она его просто сжигает изнутри вот и отсюда уже у кого дальше у кого что рвется у одного это будет там воспалительное заболевание кишечника у второго апатия хроническая усталость у третьего там артрит или еще что-то астма ну то есть просто огромное количество вариантов все болезни современности а не зря дай говорят что все болезни от нервов это абсолютная правда за малым там исключением все болезни они действительно идут от нервов и мы с вами да уже как бы вот подходим почему но дальше то вот помните я вам говорила что есть у каждого человека вот он как бы исходя из того в каких он обстоятельствах вырос что он смотрел перед собой какая была вот картинка да у него что ему внушали родители социум сми какие ценности ему внушили у него сформировалось какое-то представление мира идеальное да и соответственно как только он видит несоответствие вот этому своему ожидаемому представлению о мире собственно говоря это и есть реакция стресса да то есть он чувствует себя что он в опасности ну на физическом уровне то есть раньше человек выживал как я объяснила вот как любой животное то есть нам нужно было выживание то есть стресс обеспечил реакцию выживания мы кровь у нас переходит к крупным мышцам да зрачки увеличиваются сердце начинает стучать чтобы мы могли подраться убежать и так далее то есть сейчас у нас реальные угрозы они перешли в виртуальные угрозы это да знаете какого сейчас я вспомню тигр он стал бумажным да то есть он был реальным он стал бумажным так вот вы должны осознать что у вас тоже есть вот эти ваши виртуальные угрозы которые исходят из вашего индивидуального восприятия этого мира и когда соответственно вы считаете что это стресс то у вас возникают вот эти все реакции в теле да мы чуть-чуть про это тоже поговорим соответственно это и гормональный дисбаланс происходит нарушение это и нервная система который моментально реагирует да вы еще не успели подумать у вас уже реакция пошла таким образом есть и того две два варианта реагирования на стресс и факторы которые повторюсь индивидуально для каждого потому что каждый человек считает да что это для него страшно это нет но вот здесь есть тонкость посмотрите значит первый вариант стрессовых реакций он осознанный то есть что это значит он проходит через кору головного мозга наш с вами головной мозг он имеет как бы три основных таких подразделений первое это такой древний самый мозг который с которым мы делим с другими большинством животных млекопитающих дальше это лимбическая система это эмоциональный мозг эмоциональное реагирование и третья большая как бы да надстройка самый молодой это неокортекс то есть как кора вот она здесь лобные доли височной кора головного мозга что делает кора благодаря коре головного мозга мы с вами можем думать анализировать планировать на перспективу да то есть кора это вот супер надстройка которая делает нас реально человеком который может вот это все компьютеры в космос летать там ну вообще да то есть фантастика просто и это же кора она отвечает за ваше осознанное восприятие текущих событий информации которые вокруг вас то есть вы например находитесь в какой-то среде и допустим считаете что ах этот человек он очень меня обидел да он что-то сказал вы это проанализировали пришли к выводу и создали в себя реакцию стресса условно говоря то есть это первый путь либо когда у вас вот этот так называемый негатив селф толк да что такое негатив селф толк это ваша постоянная разговор сам с собой когда вы говорите ну я недостаточно хорошо я это плохо неплохо сделаю вообще я никчемная да это тоже идет от коры то есть это ваша вот это вот мыслительный процесс постоянный обязательно обращайте внимание на то вот что вы себе говорите внутри про это очень хорошо говорила тоже мария полубогина обязательно посмотрите эфир он потрясет потрясающе очень вдохновляющий она говорил про это нужно видеть позитивное то есть это вот первая как бы то реакция вариант реакции но есть второй с которым к сожалению не так просто сработаться да то есть это как раз наша лимбичная система которую представляет миндалевидное тело или амигдала по-другому она называется это наш с вами эмоциональный мозг эмоциональный мозг он обладает в том числе эмоциональной памятью то есть для чего это нужно это нужно опять же для выживания если бы наши все реакции тела контролировались только нашим сознательным усилием ребят мы бы умерли уже давно то есть мы бы просто не выжили да потому что тут подумал одно там подумал другое организм бы просто вообще он он бы не смог бы выжить в этой ситуации поэтому у нас есть эмоциональная память которая находится глубже она нами не осознается то есть информация не успела еще дойти и обработаться корой головного мозга а тело уже среагировала как это работает я приводила один раз пример я его еще раз привезу он очень хороший то есть например у вас какой-то очень сильное стрессовые события случилось не знаю допустим из личной жизни возьмем там расстались с каким человеком или вас кто-то очень сильно оскорбил прямо или да вы еще маленькой этом были до поскольку мы с вами знаем что мы более восприимчивы к стрессовым факторам пока еще зреют вот эти все системы у маленького ребенка и допустим вы были в красном платье все хоп у вас эмоциональной память кстати во время стресса у нас память она более детальная то есть мы цепляемся например за объект допустим кому-то угрожает ножом вы увидите не общую картинку мира вы увидите конкретно нож и мозг записывает у вас в памяти что нож это опасно то же самое у вас какой-то стресс супер произошел вы в красном платье мозг записал ага я в красном платье это потенциально опасно то есть вы это не осознаете умом но эмоциональная память она это все записала и она вам потом реакции тела выдает поэтому очень важно во первых да вот пытаться в себе отловить то есть на что у вас тело может реагировать то есть это может быть например опять же допустим у вас какие-то сложные отношения с мамой например вам мама звонит а у вас уже там дружь по телу пошла то есть опять же это неосознанная реакция идет просто у вас вот ну вот так вот эмоциональный мозг сработал да и вот эти реакции их намного сложнее изменить хотя возможно да я сейчас расскажу каким образом какие есть техники у меня есть целый курс по сути он посвящен тоже работе со стрессом называется путешествие к своему ресурсу я вам сейчас частично из него тоже даю как бы информацию и техники так вот почему сложно изменить вот эту вот эмоциональную память ну вот как я уже сказала потому что это основа выживания если мы могли бы легко ее менять свои реакции ну знаете организм реально просто не выжил потому что сейчас мы решили что это для нас стресс а это не стресс ну и то есть это должно быть стабильным чем-то и устойчивым мозг он вообще очень консервативный и особенно эти реакции которые сформировали с детства да то есть у нас смотрите вот это миндалевидное тело которое вам сказал до эмоциональная память она очень рано формируется то есть ребенок он уже с какой-то у него такая предиспозиция уже есть у маленького ребенка и он уже с этим идет в мир а вот кора головного мозга гиппокамп который вот отвечает за эти осознанные реакции на события это формируется уже более поздно дальше во времени да то есть их и их же легче поменять соответственно а вот эта эмоциональная память она обеспечивает вам так вот это страшно поэтому мы будем реагировать на эти события и это так глубоко у вас сидит что иногда вы это реально даже просто не не осознаете вообще да ну в общем вы это поняли давайте переходим дальше как вы думаете если какие-то методики работы с эмоциональной памяти ну вот напишите мне пример может быть кто-то что-то пробовал какие есть методики что же нам делать вот с этой глубинной лимбической системы которые на автомате работает причем моментально вообще вот увидите увидит сигнал и тут же тело ваше реагирует что с этим можно делать как вы думаете есть у вас идеи какие напишите я немножко подожду так да дыхание это больше у нас относится возвращаться и проживать так да 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 молодцы это действительно хорошие практики но смотрите вот марина написала самое верное да вот для работы с эмоциональной памятью возвращаться и проживать почему то есть когда мы знаем что какая-то ситуация для нас вот стрессовая интуитивно мы пытаемся ее избегать то есть избегать этого там человека этот объект эту эмоцию вообще вот но чем больше мы ее избегаем тем на самом дельше на самом деле она как бы глубже у нас закореняется и тем даже чаще мы на нее натыкаемся почему это важно вы не поверите но мозг так устроен это реально нейробиология нашего мозга что то что воспринимается потенциальной опасностью ты это либо проживи как бы да и отпусти либо умри с этим поэтому вот ну реально биология она очень простая для биологии один конкретный человек не важен для продолжения рода важно само продолжение рода то есть а род он должен быть какой он должен быть с максимальной выживаемостью если вы соответственно вот в этих условиях все время стрессуете и выжить не можете то у вас два варианта либо соответственно заболеть и умереть с этим либо пройти через это переработать и пойти на вторую ступеньку и дать потомство детям которые тоже будут уметь справляться с подобной ситуации то есть это прям вот элементарная биологический основной закон поэтому что мы делаем мы пытаемся если вы осознанно понимаете что вы на что-то реагируете до тела то вы эту ситуацию это замечательная техника работы проживания страха да то есть вы ее просто для мозга проживаете в уме вот каждый день выделяйте себе пять минут садитесь вечером перед сном еще лучше ну смотрите если у вас прям до панической атаки то тогда только с психотерапевтом это делайте но если вы как бы плюс-минус там нормально реагирует то можно самостоятельно то есть вы проживаете в деталях прям вот к сочной вот я в красном платье вот с этим человеком вот я прям вот все все в деталях проживаете там 57 минут вот и до самого там ужасного финала вот того чего боитесь если это страх какой-то да у вас есть вот прям до самого плохого финала и что происходит до мозга он же что виртуально что реально мы это проигрываем он это воспринимает примерно одинаково то есть когда вы виртуально в уме проживаете но это прям прочувствует на прям прочувствовать вот то же самое когда он прям боитесь выступлений отступлений то же самое можно делать это замечательно работает то есть вы в уме проиграете прям прочувствуйте вот этот страх покажите мозгу что вот сам покажите самое плохое что может произойти да вот чего вы боитесь например и мозг привыкает он видит что он окей а я не умер а с телом ничего страшного не произошло и градус вот этого напряжения эмоциональности он снижается обычно необходимо проживать где-то от пяти до десяти раз редко больше десяти раз то есть это на самом деле не так долго то есть раз пять-семь и нормально есть альтернативный вариант этой же практике смотрите если вас что-то беспокоит вот какое-то событие произошло у вас обиды какая-то на кого-то там ну не знаю что угодно вообще есть такой закон у хаммера может быть кто-то знает новогерманская медицина ну я к ней так отношусь частично принимая частично что-то не все но она говорит о чем что любое событие становится для вас как бы стрессовым тогда когда она внезапно то есть вы его не ожидаете она драматично да то есть это ваша индивидуальная реакция вам для вас она драматична может быть для другого это фигня вообще и третье это то что она проживается и изолирована так вот на третий момент как раз тоже можем повлиять да то есть чтобы не проживать события изолированно мы должны что сделать высказаться но это не обязательно нужно идти сразу там на кого-то вываливать это все можно сделать это элементарнейшим способом подходите к зеркалу и рассказывайте себе чтобы никто вас не слышал дорогая но это насколько же вот так вот вообще можно поступать вот такое со мной произошло ну как он вообще мог ну в общем там дальше по тексту что вот вас задевает то есть вы это проговорили прям все высказали в зеркало и повторяйте то же самое повторяйте 5-7 раз увидите на 5 раз на 7 на 8 там на максимум вы уже блин ну слушайте ну уже сколько можно про это говорить уже надоело все и все и забыли и все для вашего мозга поступила информация что это уже не опасно это не интересно ушел эмоциональный заряд ситуации то есть это тоже хорошая методика когда принимают да ну принимать конечно да то есть это принятие вот как я говорила в начале это в том числе вообще принятие неопределенности еще одна проблема кстати современных людей это желание контроля то есть мы хотим контролировать контролировать свои реакции чужие реакции контролирует события то есть опять же чем больше мы вот контролируем тем больше у нас напряжение это стресс большой отпустите мир непредсказуем может случиться что угодно доверьтесь миру вот прям сами скажите себе я доверяю этому миру я позволяю богу течь через меня до чтобы он вот чтобы я реализовалась в своем лучшем виде то есть пусть вот это вот замысел пройдет через меня я доверяю жизни то что происходит вы знаете еще такой момент некоторые люди они вот что-то вот идет 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 они борются и борются вот у них двери закрывать они нет я в окно проломлюсь ребят это тоже вот из это стрессовая ситуация эта ситуация напряжения и непринятие то есть если у вас вот событийность такая что она вам говорит не иди туда вот ну не никак вот то не надо туда ходить ну то есть умение отказываться от своих планов сюда же да то есть спокойно ну окей сегодня это не получилось я пойду другим путем то есть приходят какие-то другие предложения приходят другие события для вас и возможно это лучше намного чем вам казалось вам это так надо а может быть это как раз то что вам не надо да то есть вот такой немного философский подход принятие жизни как она есть вот этой событийности да она тоже очень здорово помогает снять градус эмоциональности одно из моих желаний научиться жить из абсолютного доверия миру да пожалуйста действительно это самое прекрасное потому что это снижает вот ну собственно говоря ваш организм именно этого и ждет он расцветает да он расцветает и он начинает функционировать лучше все же болезни реально они же что такое болезнь болезнь это адаптация то есть у организма столько стрессовых факторов вокруг и он просто все время в напряжении до чтобы их сдерживать либо чтобы как-то в них вообще существовать соответственно болезнь она исходит из напряжения чтобы адаптироваться к каким-то обстоятельствам либо вы сами себя адаптируйте какой-то идеальной картине это раз либо вы себя к реальным обстоятельствам адаптируйте да то есть например живете с мужем который вам не подходит который вас там не знаю угнетает или работаете на работе которые вообще не ваша да но вы почему-то вот все время нет я буду я буду я буду то есть это состояние напряжения которое собственно говоря и реализуется в вашем теле через реакции стресса которые выражаются в симпатикотонии и в первую очередь да то есть это напряжение нервной системы она на все влияет на ваш эндокринный статус на вашу иммунную систему иммунная система ослабла это любые болезни начинаются ну в общем просто все едет вот все едет в организме вот поэтому до принятие себя и значит вот это мы с вами помним да то есть первое у нас есть осознанные стрессовые реакции когда мы вот что-то проанализировали и решили что это плохо там да или про себя считаем что это плохо и вторые неосознанные вот которые мы с вами как раз говорили техники которые могут помогать вторая техника для работы вот с этими глубокими эмоциональными ситуациями эмоциональной памятью это гипноз причем в том числе классический я большой поклонник русской физиологической школы которые основателями которые были великий бехтерев и далее продолжатели это анохин давыдовский ухтомский и современники такие как например бухтаяров олег викторович изумительный врач нейровегетолог он тоже да вот вот это русская физиологическая школа она на самом деле вообще знает смысл жизни мне так кажется потому что у них как раз то что они делают это то что они людей действительно и исцеляют излечивают да вот ну благодаря в том числе пониманию вот это все физиологии стресса и процессов которые в организме проходит и вот например бухтаяров да олег викторович у него клиника своя в калининграде он работает со сложнейшими диагнозами он использует классический гипноз своей практике и у него есть очень много научных работ он печатается в иностранных книгах журналах то есть это уровень просто ну действительно очень высокий что делает гипноз да гипноз он вас возвращает в ситуацию какую-то стрессовую да то есть часто мы же имеем вот эти вот посттравматические там расстройства и прочее у нас возвращает в эту ситуацию и он фактически вам знаете как с флешки стерли и перезаписали вот и человек просто вдруг перестает реагировать он не уходит этот фоновая тревожность вот сейчас есть альтернативная до методика которую психологи используют это эриксоновский гипноз то есть это такая light версия я сама например на себе пробовала но не знаю ребят вот честно вот по мне классический гипноз все-таки круче но там есть сложность то есть это должен быть действительно специалист высочайшего класса то есть здесь нужно не ошибиться в специалисте которым вы доверяете потому что действительно это такая вещь где-то и опасная даже вот но это как бы более уже такие сложные да так скажем случае когда действительно там не знаю онкологию человека тогда безусловно это нужно пробовать а так скажем нам обывателям вот в обычной жизни возможно как бы да и не стоит к этому прибегать вот но вот то что я вам сказал то есть самостоятельно фактически это как аутогипноз да то есть вы проигрываете ситуацию да вы видите ее в другом ключе и соответственно для мозга она перестает быть опасной и вы можете дополнительно еще и себе какие-то пожелания дать там что ты молодец и вот себя самой вдохновлять то есть это тоже помогает вот и значит второй момент это осознанное восприятие стрессовых ситуаций что мы сюда относим то есть вот этот вот негатив селф-толк и вот это вот ощущение да что вы что-то все негативно воспринимаете это поддается да так скажем вашему собственной модификации довольно просто что нужно сделать во первых как только вы вот чувствуете что опять у вас бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу какие-то пошли негативные мысли там я плоха еще что-то прям себе сказали стоп так все стоп эти мысли они деструктивные они источник стресса для меня нужно сделать что то есть мы не можем себя например заставить не тревожиться это невозможно да то есть если вы себе будете говорить не тревожься не тревожься это как встань в угол не думай о белом медведя то есть вы только про это и будете думать мы переключаемся вот с этой доминанты тревоги на позитивное созидательное действие услышьте меня то есть когда мы выполняем что-то через что мы творим создаем через что мы чувствуем что вот это вот прям знаете энергия мира вот про через нас проходит и мы что-то создаем мы получаем колоссальный заряд положительных эмоций радость да это чувство счастья чувство удовлетворения чувство что вы на своем месте да вспоминаем начало эфира и вот это да вымещает чувство страха тревоги и так далее это знаете как мы не боремся с темнотой да мы включаем свет вот здесь тоже самое мы не боремся с тревогой но если вы конкретно знаете события которые вас до тревожит с ними нужно обязательно разобраться обязательно да то есть не загоняйте если есть проблема и и задавить под ковер положить ни в коем случае нельзя нужно проработать да поэтому позитивной психологии медитации когда у вас есть проблема который требует решения это не не решение нужно решить но когда вот да у вас мысли вот такие негативные крутятся то решение будет именно вот такое действие активное действие которое дает вам вот это ощущение что вы на своем месте что вы творите создаете и это дает вам исцеляющие эмоции следующие да то что вы можете сделать есть прекрасные тоже техники очень простые когда происходит какая-то стрессовая ситуация которую вы воспринимаете да опять же через свои какие-то очки у всех свой цвет очков кто как видит мир вы воспринимаете и стрессовой вы себе говорите а вот вспомните какому мудреца который вам нравится ну там хоть далай-ламу хоть еще какого-то ментора а чтобы он сказал на эту ситуацию в данном случае а мудрость она как правило да она что-то находит всегда до позитивные вот в любой ситуации либо вы говорите ну окей а что смешного в этой ситуации юмор юмор это прекрасная тоже исцеляющая техника всегда в любой ситуации если вы будете искать что-то смешное поверьте мне сразу падает град градус эмоциональности да то есть вы минимизируете потенциальный вред своему организму да то есть это третий метод это вы отодвигаете во времени то есть например что-то произошло а вы говорите ну хорошо а как я на это посмотрю через год вот сами вспомните вот какие-то были казусы у каждой жизни поставьте плюсики у кого были какие-то ужасные ситуации а через год или через 10 лет вы просто смеялись над собой были ну вот представляешь какой у меня случай был я там вышла на сцену там не знаю упала там зал там смеялся не знаю ну то есть понимаете обычно то что нам сейчас кажется просто ужас все кошмар через несколько лет мы смеемся и вспоминаем эти ситуации то есть если вы в этот же самый момент спасибо вам за поддержку что вы можете вот быстро переключиться и вспомнить ну окей как я на это посмотрю да никак а в масштабе вселенной это вообще такая мелочь вот да будет да будет важность тоже замечательно вот они тоже подсказывает а будет ли это важно через пять лет да скорее всего не будет да вот и сразу я вам тогда скажу вот в этом же ключе еще один совет тоже вот на моем курсе я про это много говорю для того чтобы жизнь она была наполнены смыслами и созидательная у нас должен быть какой-то глобальный созидательный смысл вот посмотрите сейчас на современных людей у нас некоторые они даже не знают что они завтра будут делать не говоря о том что они будут делать через десять лет а на самом деле это тоже ну как бы источник такого вообще вот то есть мы не понимаем где мы находимся да то есть и соответственно больше подвержены стрессу когда у вас есть какая-то глобальная далекая цель созидающие до позитивная то вы к ней как бы вот потихоньку гребете идете то есть у вас нервные центры у нас есть до разные нервные центры они имеют свойство компоноваться и поддерживать основной вектор движения организма то есть если например у вас уже есть какое-то хроническое заболевание да но у меня просто блок нутрициологический в основном обращается с какими-то уже проблемами вот допустим у вас уже есть какое-то заболевание если вы его сделаете основы своей жизни то есть знаете реально есть люди они вешают в рамочку свое заболевание ходят каждый день вот а мне не это врач а мне не этого нет я поборю это заболевание в общем делают все что внимание направлено на это заболевание то весь организм он тоже самый где наше внимание там наши энергии да то есть но это звучит как бы общее но на самом деле на уровне физики мы это знаем через нейро биологию у нас концентрируются нервные центры и вся наша нервная деятельность который управляет всеми органами без исключения она ваше тело вот на эту деятельности направляет если это заболевание то вы просто концентрируйте это заболевание то есть очень важно иметь вот эту вот цель долгосрочную направленную которой ваше тело будет стремиться тогда вам будет легче намного легче дальше понятно что с заболеваниями нужно ну как бы не бороться да не нужно заболевание не любить не говорить что боже за что мне это такое вот пришло но это две грани одного состояния что любовь к болезни что ненависть к болезни нам этого не нужно нам нужно понять что болезнь это наш метод адаптации нашего организма к условиям которые мы мыли либо сами не приняли и бы сами для себя создали до чрезмерное и не слышим свой внутренний голос который нам показывает симптомами остановись что-то ты не туда идешь тебе надо может быть в другое место а мы глушим мелкие симптомы да как мы сейчас привыкли сопли это плохо там здесь почесалось замажем кремом там еще что-то и мы замазываем вот эти мелкие сигналы и пропускаем в итоге что-то глобальное потому что организм с напряжением с напряжением работает то есть и он не может в конце концов не выдать нам какую-то болезнь которая есть напоминаю до адаптации я к сверхусловиям тяжелым для организма будь то психически наше восприятие будь то физически какие-то травмы да и так далее то здесь уже разные может быть люди занимающиеся делом живут долго и счастливо их энергия направлен на созидание она не сам они не самокопанием занимаются а действуют живут позволяет жизни проходить через них абсолютно точно вот и это же формула как бы антистресса да ну в том числе так что еще давайте еще уже час заканчивается я вам еще не все сказал ну давайте я попробую сейчас кратко смотрите ребят еще добрый к нервной системе значит у нас есть две ветви в нервной системы многие наверняка про это знают есть значит симпатическая и парасимпатическая нервная система то есть вот как раз симпатическая нервная система она отвечает за наши активные действия за реакции стресса за борьбу ходьбу бег то есть мы вот этим всем активируем симпатику то есть это в симпатике мы активны но мы как бы в том числе сжигаем больше энергии мы более напряжены есть парасимпатика то есть это состояние нервной системы которую напоминаю да управляет всеми органами она ну реально там все процессы подстраиваются когда мы находимся в парасимпатическом другом ключе то мы можем переваривать пищу мы можем соответственно что мы делаем мы репарируем ткани мы восстанавливаемся мы ну то есть заживляемся все все то есть обязательно у нас должно быть переключение то есть днем у нас чаще может быть симпатическая нервная активация да а ночью обязательно мы отдыхаем и должны так как бы вот восстанавливаться Поэтому, когда, например, вы едите еду или когда вы устраиваете себе отдых, обязательно устраивайте себе днем, в том числе, периоды, когда у вас нет вот этой симпатической активации, когда у вас есть возможность организму переключиться, отдохнуть. Нервные клеточки, они очень чувствительны. То есть усталость вечером мы чувствуем благодаря нашей нервной системе. Поэтому обязательно давайте себе время отдохнуть. И вот сюда как раз мы можем хорошо вписать любые практики на расслабление. То есть это дыхание. Например, дыхание мне очень нравится. 4, 7, 8. То есть вдох на 4 носа. 1, 2, 3, 4, 7 задержка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И выдох ртом длительный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Длительный выдох. Вдох 4, 7 задержка, 8 выдох. Это нас переключает в состояние расслабления парасимпатической нервной системы. Но это скорее работает конкретно. То есть вы почувствовали какой-то стресс, вы можете сразу использовать, допустим, это упражнение. Плюс у нас часто напряжение скапливается в этой зоне. Это плечи, шея. Вот даже потрогайте вот свои мышцы. Вот здесь такая, да, есть у нас трапециевидные мышцы. Вот они. Вот потрогайте в норме. Они должны быть, во-первых, одинаковые. И во-вторых, достаточно мягкие, эластичные. Если у вас здесь какая-то есть скованность, болезненность, попробуйте повернуть голову вправо, влево. Голова должна плавно поворачиваться на 90 градусов. Плавно. Если у вас этого не происходит, это уже говорит о том, что у вас вот здесь скопилось напряжение. Этот участок, он просто... Вот этот участок еще поясница. Часто на... Кто напряжен много, у него еще поясница часто болит. Вот. Что здесь может помочь? Во-первых, это тоже еще один вам индикатор, что вы много напрягаетесь. Во-вторых, соответственно, вам показана любая какая-то телесная терапия. То есть это может быть даже просто самомассаж. То есть вы растираете вот эти зоны. Когда мы находимся, да, трогаем нашу кожу, гладим ее, то от нервных окончаний точно так же по обратной связи поступает информация к мозгу, что все хорошо, я расслаблен, я спокоен. То есть мы даем тем самым информацию мозгу. Почему вот сейчас тоже так популярны телесные практики? У нас был эфир с Аделей, да, который рассказывал про цигун. Это тоже, в принципе, да, телесная психотерапия своего рода. Потому что через тело, через высвобождение вот этой накопленной эмоциональной энергии, соматизированной, да, вот этого напряжения в теле, мы гармонизируем работу головного мозга. Вот. То есть обязательно вообще возвращайтесь чаще к своему телу. Просто даже в течение дня вы можете просто даже осознанно подышать. То есть отключить вот эту мысль-мышалку и просто осознанно подышать. Вдох, выдох, да. И вы чувствуете свое тело при этом. Вот. Когда мы чувствуем свое тело, мы возвращаемся в момент сегодняшний. Ребят, давайте я сейчас завершу этот эфир и прям буквально закончу 5 минут в следующем. Ну, либо можно попробовать, я не знаю сейчас, если он продлит мне больше 60 минут. Вот. Таким образом, любые вот эти вот техники воздействия, это расслабляющие могут быть, теплые, да, что-то теплое, вот это вот столом там терапии, когда камни теплые накладываются. Ну, разные виды, много методик, выбирайте то, что вам нравится. То есть работа с телом, она тоже будет гармонизировать уровень стресса в организме. Также я бы хотела вам буквально два слова сказать про такое понятие, как нейропластичность, да. Вот я вам сказала, что мозг, он очень консервативен вот этой эмоциональной памяти. Для того, чтобы, да, нет, все-таки он пишет мне 2 минуты осталось. Давайте я сейчас завершу и перейду и расскажу вам про нейропластичность. Всем спасибо. Подготовьте пока вопросики, и мы на них ответим.